добрый день на библейский портал экзигет поступил вопрос знакомый бессовестный человек не собирается отдавать мне крупный долг хотя точно может не отдает так как знает что официально с него ничего не получить так и намекает в лицо такие понимают только язык силы и страха что мне делать сумма очень серьезно и важно нашей семье я думаю от священника никто не ждет вопросов урегулирования экономических отношений мы разговариваем сейчас о вопросах духовных я думаю что вот вот не очень жалко человек который задавал этот вопрос потому что в своем состоянии он уже вот смотрите бессовестный человек ну во первых если ты знаешь он бессовестно чем давали в долг это с одной стороны с другой стороны давайте подумаем что на самом деле можем прочитать в святом писании об этом состоянии вот в послании послание к римлянам никому не воздавайте зло за злом это отчасти вопроса которые касается человек ничего не понимает кроме языка силы и страха это значит человек вопрошающий уже готов применить силы и страх он только сомневается в одном да силы и страх которая противостоит ему не будет ли она сильнее его чтобы он потом еще от этого и пострадал никому не воздавайте зло за но пекитесь о добром перед всеми человеками если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу божию ибо написано мне отмщение я вас дам говорит господь если враг твой голоден накорми его если жаждет напои его ибо делая сие ты соберешь ему на голову горячие угли не будь побежден злом но побеждай зло добром есть такая восточная мудрость если дал деньги взаймы забудь а если взял деньги взаймы помни вечно вот это восточная мудрость она конечно не прописана на шестом писании но тем не менее она отождествляется полностью с тем что говорят святые отцы об этом состоянии если уж дал то забудь давать взаймы не грех а давать взаймы рассчитывая вернуть обратно еще и как бы с прибылью то с точки зрения духовной это все-таки не есть хорошо тем более попытка разобраться с этим человеком она не придет ничему хорошему что мне делать образование очень дорогая штука иногда процесс образования вот такой раз растянуты там на пять лет приходится получать короткое время но придется очень хорошо заплатить относитесь к этому как образование я думаю в будущем вы будете намного умнее и будете стараться разобраться в людях но на сегодняшний день если милиционеры вам не помогут то с духовной точки зрения евангелие говорит забудьте а чисто практический совет подумайте что вы эти деньги пожертвовали на монастырь или на храм или на какое-то доброе дело и душа ваша успокоиться не будет так скорбить лучше потратьте с духовную энергию на то чтобы найти способ заработать еще внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео